МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Сегодня средства массовой информации активно обсуждают следующую новость. Депутаты Елена Мизулина и Сергей Попов внесли в Госдуму законопроект, который выводит аборты из системы обязательного медицинского страхования. Я напомню, что с этой инициативы еще в январе этого года вышел святейший патриарх московский в Сиарусе Кирилл. Также этот законопроект предусматривает штрафы за искусственное прерывание беременности вне государственных медицинских учреждений. Кроме того, Елена Мизулина предложила ограничить свободную продажу таблеток, с помощью которых также можно прервать беременность. Вот, собственно говоря, такие новости. С моей точки зрения, новости радостные. Но мы, совершенно даже не ожидая таких новостей, еще вчера выбрали тему для сегодняшней программы, которая абсолютно коррелируется с тем, что вы только что услышали. Мы предлагаем всем пройти своеобразное анкетирование и ответить на следующий вопрос. Кто виноват в совершении аборта? Варианты ответа он, она, оба, врачи, которые делают аборт, родители, внешние обстоятельства. Еще один вариант. Не судите и не судимы будете. Мы ждем ваше честное мнение, ответы просим аргументировать. Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343. Пишите нам ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Марк Матусович, поскольку вы как раз занимаетесь тем, что отговариваете женщин от абортов, я сначала попросила бы вас ответить на вопросы этой анкеты, а потом рассказать о причинах, по которым в подавляющем большинстве женщины собираются сделать аборт и о тех аргументах, которые можно привести в противовес. Спасибо. Здравствуйте. Мы не отговариваем женщин от абортов. Я руководил службой медицинских психологов, службой родоспоможения, которые занимаются как раз ответом на эту анкету. Они помогают женщине разобраться, насколько она хочет сделать аборт. И это гораздо более экологично и более уважаемо по отношению к женщине, потому что иначе мы ее воспринимаем как некий объект, а все-таки она решает, оставить ребенка или не оставить. И поэтому ответ на вот эти предложенные варианты, на мой взгляд, некорректны. Он, она, оба. То есть здесь вопрос виноват, а кто судить вопрос будет. Если говорить с точки зрения психологии свободы воли, ну, конечно, эта женщина идет на аборт. Вопрос, в какую долю в ее решении принимает она сама ее собственное убеждение, а насколько они навязаны воспитанием, окружающей средой, опасности подвергнуть свой жизненный путь к каким-то задержкам, и тяготам воспитания ребенка и так далее. Вот когда женщина полностью отвечает себе на вот этот спектр вопросов и решает для себя, тогда она выносит вердикт, хочет ли она оставлять ребенка живым, да, и рожать его. В большинстве случаев как раз хочет. Классический пример, да, то есть первые строки, то есть по какой причине женщина хочет сделать аборт, это отсутствие поддержки в ближайшем окружении. Первый – это партнер, ненадежность партнера, да, второе – это влияние родителей, близких родственников, значимых людей из социальной среды, ну, и третий – это вот, это помешает моей карьере, росту, там, жизненным планам и так далее. Вот основной такой вот классический набор проблем, с которыми, так сказать, женщина начинает разбираться, ну, вот в причинах своего решения и вырабатывать его. Ну, ответить на это можно, ну, несколькими способами, да, так сказать, ну, первый ответ такой по поводу экономических возможностей. Женщина сейчас гораздо более защищена законодательством, чем это было ранее. И, в общем, социальные службы и законодательство помогают реально, так сказать, например, ребенка оставить, если сложная, трудножизненная ситуация, например, в доме ребенка, где его подлечат, где его там будут растить, да, без потери материнских прав. То есть это не отказываясь от ребенка? Не отказываясь от ребенка, не отказываясь от материнства, не отказываясь вообще ни от чего, просто написав, что вот у меня сложные жизненные обстоятельства, я не могу сейчас содержать, но я хочу, так сказать, его сохранить, да, хочу быть его матерью, помогите, пожалуйста, так сказать. И, в принципе, места, они, вот, насколько я знаю, в Сырловской области, они просто есть. Ну, это, наверное, уже какой-то совсем крайне бедственной ситуации, когда вот прям жить негде и совсем-совсем не на что. Ведь, положа руку на сердце, когда мы говорим, вот сегодня нечего есть, это ведь на самом деле не значит, что нечего кушать. Это значит, что нет чего-то такого, что мы сегодня хотели бы. Да, мы привыкли к определенному уровню комфорта. Но, вы знаете, мы даже с этим и не спорим. Ну, хорошо, такой уровень комфорта. Да, конечно, он может понизиться. Ну, понятно, что это шок, может быть, да, и нарушение каких-то планов. Например, у студентки, да, вполне могу понять. Да, так сказать, но, во-первых, есть родственники, с которыми девушка или женщина боится вообще разговаривать, хотя, может быть, они при всех переживаниях, в конце концов, будут той опорой, на которую можно рассчитывать. Но даже если их нет, ну, хорошо, вот сложная жизненная ситуация, жить негде, живу в другом городе, там, в общежитии, да, получаю стипендию, так, пожалуйста, законодательство это предусмотрело. То есть ты пишешь, соцопека это подтверждает, ребенок поступает, значит, дом ребенка, полтора года можно совершенно спокойно, за полтора года можно перевестись на заочное отделение, найти работу, найти жилье, родители все равно помогут. То есть ситуация даже вот с таким уровнем запросов, она решаема. На самом деле она решаема. Нет решимости заводить детей. А по поводу решимости, ну, давайте сверимся. У нас есть очень интересный период, когда вообще ничего не было, действительно. Ну, вот после Великой Отечественной войны, период 46-51 год, рождаемость была 22 ребенка на тысячу женщин. А у нас сейчас 12. Тогда были коммуналки, тогда не на что было есть, тогда никаких жизненных перспектив, мужчин повыбили на войне, как жить, что жить. Женщина хотела рожать, женщина рожала. Да, никто не понял. Всех поставили на ноги. У нас сейчас 12 детей на тысячу женщин. Слава Богу, у нас нет войны. Вот, поэтому вот эти, это вопрос установки, это вопрос, это не реальность жизни на самом деле. Поэтому вот вопрос виноватости, наверное, я бы переформировал. Кто участник в решении совершить аборт? Вот, наверное, с этого более конструктивно. Очень часто женщина решает сама, не извещая, например, будущего партнера, и занимаясь сложной телепатией. Он меня не поддержит. Кто ты, откуда ты знаешь, вопрос, да? Может быть, он шалопай, может, еще кто-то, но дай ему задание, да, жизненное, настоящее упроятие, как настоящий мужчина. Вот пока не поговоришь, не выяснишь. Ну, вариант. Ну, это же, кстати говоря, такая традиционная женская позиция и по другим, менее значимым вопросам. Если хочется, чтобы тебе дарили цветы, иногда стоит это мягко озвучить, но озвучить, потому что если в тимье, например, не было такой традиции, откуда он должен догадаться? Ну, да. И очень много о чем мужчина как бы должен догадаться с женской точки зрения. Конечно, лестно, что мы, по мнению женщин-телепаты, но, к сожалению, такого не происходит. Да. У нас есть очень интересное сообщение от Александра Медведева. Это постоянный участник наших обсуждений. Александр поднимает вопрос о крайних ситуациях, но и в них он находит выход, причем на своем примере. Послушайте. Я против абортов, поэтому всем своим знакомым говорю, что аборт – это грех большой и убийство плода. В аборте виноват прежде всего мужчина, считает Александр, а затем уже сама мама. Ребенку нужна любовь, забота и внимание родителей, а не только материальное благо. Однако я за аборт в том случае, если, не дай бог, девушку изнасиловали, либо она больна, по рекомендации врача тогда нужен аборт. При этом, Александр пишет, спасибо моей маме и папе за то, что я и мой брат появились на свет. Я болен ДЦП, однако мама меня родила, не оставила в роддоме, а врачи настаивали это сделать. Я живу почти 26 лет и живу не хуже других, и бог никогда меня не оставляет. Вот Саша немножечко сам себе противоречит, потому что про других-то больных детей, потенциально больных, он думает, что как бы можно их лишить жизни, но самого его родили, и посмотрите, человек счастлив. Вот. Вот. Еще одна наша зрительница задает вопрос, а что делать, если говорят, что вот есть риск для жизни мамы, есть риск для жизни ребенка. Вот я, как человек, которого пугали уж чем только не пугали, вот, могу сказать, что эти дети, слава богу, родились, живые, здоровые, им сейчас по многу лет уже, и все это оказалось ерундой, ну, потому что было определенное доверие богу. Таких примеров просто миллион. Ну, потому что, знаете, как с прогнозом погоды. Обещают определенную погоду одни, а решают и выполняют совершенно другие. Поэтому, как бы вот, не знаю, у меня такой подход. Что вы скажете? Вот приходит женщина и говорит, вот мне врачи запрещают рожать, я беременна. И она, как вы говорите, хочет оставить. Но, конечно, ее это пугает. Вы сталкивались с такими ситуациями? Да, постоянно. И что? А вы знаете, каждый исполняет свою роль. Вот я за то, что как раз, что женщина не попка, а женщина – это свободная личность, да, вспомним тех же Жон Мироносец, вообще-то, да, так сказать, которая принимает решение. Любой, я не могу говорить за врачей, да, вот как бы, да, но выскажу свое мнение. Да хороший врач, как и хороший психолог, должен перестраховаться. Значит, немножко порасписывая ужасы, потому что он знает возможные последствия. И он обязан честно предупредить. Но он не может воспротивиться, если женщина говорит, нет, я буду рожать. То есть здесь, на мой взгляд, столкновение двух воль совершенно нормальное, конструктивное, изначально заложенное. Врач пугает ужастиками и говорит, что несмотря на ужастика, я все равно буду лечить и максимально спасать, да. А женщина говорит, я понимаю риски, но я все равно хочу. Ну, знаете что, это столкновение, оно немножко, там силы не равны, потому что женщина беременна, ее легко вообще убедить, расстроить и так далее. А он вот... А вот для этого нужно понимание, зачем я рожаю. Для этого нужен как раз психолог кризисного центра беременности, которых у нас по области, например, 39 человек. И число их растет, да. И это право женщины запросить это. Для этого нужна как раз поддержка семьи, да, то есть и желательно бы женщине, прежде чем она вступает в какие-то отношения, вообще проговорить. То есть я вот перехожу в новую фазу жизни. Вообще-то вы как относитесь, папа-мама, к тому, что я вот там... Ну, всякая жизнь бывает. И по крайней мере хоть знать ответ. Ну, как минимум. Спасибо, поняла. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, меня зовут Инна, Московская область. Очень приятно, Инна. Я хочу рассказать... Спасибо. Я хочу рассказать о той ситуации, которая случилась в моей жизни. 28 лет назад вот я была беременна, и во время беременности была непонятная ситуация, была кривая краснуха под вопросом. Дело в том, что я сама врач, и врачи знают, что такое краснуха во время беременности. То есть это чревато там всевозможными осложнениями, и вплоть до уродства детей. И врачи настаивали на том, что знакомые врачи, чтобы я сделала аборт, прервала беременность, хотя сок уже был достаточно большой. Но мы сможем... Ну, как большой? Вообще закладка органов. То есть это было в районе трех месяцев беременности. Вот. И мы решили, сможем, что мы оставляем, какой родится, такой родится. Наш ребенок, в общем, наверное, так надо нам. Ребенок родился, здоровый, сейчас 27 лет. И вы знаете, это была единственная беременность в моей жизни. То есть если бы она была прервана, не было бы ребенка и не было бы детей вообще. Алло. Спасибо вам большое за это свидетельство. Мы услышали, очень важно, что вы нам позвонили, и что это услышали не только мы, а вся наша зрительская аудитория. Вот такие факты, когда их никто-нибудь там с экрана, да? Мы сидим, киваем просто головами, да, вот как раз. Да, спасибо. И от таких историй? Масса. Масса. И рожать лучше с 18 до 24, сами врачи говорят. Желательно раньше. А потом уже делать карьеру и все остальное. И все равно еще рожать? Ну, уже тогда, уже на проторенные пути, ну, пожалуйста, так сказать, было бы желательно. Слушайте, в стране детей не хватает. У нас же катастрофа, у нас не хватает детей. Давайте, ну, так сказать, благо государство в этом заинтересовано. Несмотря на кризис, все деньги выделяют, все службы на уши поставлены. Так вопрос, женщины, включитесь, пожалуйста. Вам же радость будет. Вот этим оптимистическим призывом, которым я подписываюсь, мы завершаем программу. Спасибо, друзья, за участие в ней. Даст Бог, в четверг мы с вами увидимся. А завтра будет трансляция всеночного обдения в честь праздника Вознесения Господня. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.